Телеканал КРТ представляет Победе Александра Григорьевича Лукашенко 80% С разгромным результатом Это ответ, наш ответ Чемберлену, как говорится Это ответ всем тем провокаторам, коллаборантам, которые вышли на митинги и баламутят воду в Беларуси Это земляки, мы очень рады, очень рады, вообще Искренне рады Беларуси молодцы Хочу только одно сказать Беларусы, наши родные люди Держитесь Лукашенко, по крайней мере пока Мы понимаем, незаменимых нет, но на данном этапе держитесь Лукашенко Коней на переправе не меняют Мы уже на этой передаче говорили, я хочу еще раз повторить Это дембельский аккорд Александра Григорьевича Он передаст Беларусь новому нормальному президенту Не вот этим, вы же видите к чему привели эти стычки И вы видите, что они пишут в телеграм-канале Убивайте милиционеров, жгите коктейли Молотова Захватывайте оружейные магазины Все по лекалам, по одним и тем же Украина, Грузия и так называемая революция роз Какая явка была, люди переживают Больше 84% явка, такого еще в истории современной Беларуси не было И еще, дорогие друзья, все пользуются Фейсбуком или многие из вас пользуются Фейсбуком Вы посмотрите, кто нагнетает Голос Америки, Евроньюз, Дойче Велле, Франция 24 И в настоящее время только латиняне вот эти бесстыжие баламутят воду Кстати, Фейсбук у себя на странице до выборов в четверг Это за три дня до выборов я написал Лукашенко, можете зайти посмотреть Михаил Каменович в Фейсбук Я написал у себя, Лукашенко победит 80% Потому что, почему? Все родственники, кому мы звонили по скайпу, по вайбер Друзья Друзья, у нас же там куча, я вам больше того скажу У нас семья одна только на Украине Все остальные родственники в Беларуси Так получилось, что мы на Украине остались И мы только, говорю, одни Вот папа, мама и вот мы братья А все двоюродные, родные наши дяди, тети все в Беларуси И мы провели собственный опрос Это не с потолка А наши родственники простые труженики Да, кто в железнодорожном депо простой работяга Брат наш, вторая наша сестра работает в детском садике Второй брат крановщик Так что мы просили людей И мы сами свой срез сделали И я говорю, вот этот результат, что я написал у себя в Фейсбук 80% он не с потолка Он основывался Он основывался на всех событиях На всех людей, которые мы общались, опросили И многие просто даже и не знали Эту Тихановскую Ну это простая тетка вылезла Это не простая тетка Это простая технология Да, да Миша, ты когда-то правильно в эфире сказал Человеку, которому не нужно ничего, нужно все Смотрите, вылез Зеленский Парень, клоун с райончика кривого раха Хи-хи-ха-ха И к чему привело хи-хи-ха-ха? Война остановилась? Нет Коммуналка еще выросла Доллар еще вырос Мы обнищали Еще усугубились процессы на Донбассе Что произошло? Тихановская тоже А-ля девица-красавица Политикой не интересуется И знаете, к чему они ведут? Типа, никакой политики Чистый технократ Борец за... Какой технократ? Блаженная... Где она работала вообще до этого? Типа, блаженная дева Пришла и разрулила Это все технологии Все технологии Что такое Тихановская? Тихановская это ссорес Это смерть Это переворот и все остальное Уничтожение республики И уничтожение промышленности Тихановская это На самом деле тоже Очень страшно Потому что любого бери Хватай за шкирку С любого села С любого города И объявляй, что это демократ Объявляй, что это Европа Европейские ценности И 10% На самом деле Это тоже много И еще здесь Что самое интересное Дорогие друзья Все штабы Все штабы Якобы оппозиционеров И Цепкала Который был И послом в США Который он Кстати Был советником Президента Шушкевича Тот который Разваливал Советский Союз Потом же Переметнулся К Лукашенко Все объединились Вокруг Тихановской Эту команду дали Западные спецслужбы Которые курировали Выборы в Белоруссии И они все Слепились Все объединились Кстати На момент выхода Экзетпола Это 9 числа Около 8 часов вечера Жена Цепкала Уже бросила Всех своих И штабы И избирателей И в том числе Кандидата Тихановскую Бежала Позорно В Польшу И потом Сама Тихановская Сама Тихановская Кровавая женщина Ты же мать Что ты делаешь Выходите Делайте Бунт Сметайте эту власть Сама сбежала И в Литве Находится А вы погибаете Вот цена Вот этой Ее исповеди Это примитивная Технология Которая бросает Людей На смерть И потом же Она хотела Еще и пиариться На этих смертях А знаете Дорогие друзья Что я вам хочу Сказать Как гражданин Украины О таких выборах Которые прошли В Белоруссии Нам Украинцам Стоит только мечтать Ну Светоч демократии По сравнению С Украиной Знаешь Что меня Иногда Бесит И удивляет Я был шокирован Порошенко Дал команду Бомбить Своих граждан Тяжелой артиллерии И авиации Ты помнишь Конечно В июне Что он вытворил Человек Который Убил 15 тысяч Своих граждан Дает Советы Белорусам Что сделал Лукашенко И чего не сделал Янукович Лукашенко Данной ему Народной Властью Как гарант Конституции Не допустил Государственного Переворота Что сделал Янукович Ему Данная Власть От народа Была его Первая задача Гарант Конституции И он не смог Выполнить Этой задачи Бежал Позорно Лукашенко Дал команду И вот смотрите Почему ОМОН Действует Жестко Но в рамках Закона Еще раз повторяю В рамках Закона Давайте мы Вспомним Когда ОМОН В Белоруссии Начал действовать Жестко После того Как полетели Коктейли Молотова Арматура Камни Пиротехника Вы видите Что они В телеграм Каналах Мы с Мишей Смотрели Берите Шилом И Ткните Милиционера В ноги Где нет щитков И не убьешь Но парализуешь Это что Мирный протест И ОМОН Законно Применил Теперь давайте Мы Зададимся Вопросом Сколько Погибло На акциях Желтых жилетов В Париже И сколько А в США И сколько в США И сколько в Белоруссии Давайте по погибшему Возьмем Зэк Зэк Схвативший Неустановленный Взрывное устройство Где он его взял Кто ему его изготовил Где он взял Взрывное устройство Почему ни я Ни Миша Ни наши Мирные зрители Не имеют Никаких взрывных устройств Потому что Вы законопослушные Граждане И мы законопослушные Граждане Пришел Зэк Бросил Неустановленный Предмет Пытался бросить Подорвался Это что Мирный протест И смотрите Дорогие друзья Хочу вот Задать вопрос Телезрителям Все кто нас смотрит И в России И на Украине И в Белоруссии И наши Соотечественники Может и за границей Везде где нас смотрят У меня вопрос К вам Какие Внятные Реальные Доказательства Предоставила Белорусская Оппозиция По выборам Какие были Конкретно Нарушения Кроме детских Не так Бумага лежала Ручка не писала Ширм не было Потому что Коронавирус Чтоб меньше Ее руками Еще раз повторяю Сформулируйте Факты Факты Которые Предоставила Оппозиция Конкретная Четкие О нарушениях Их нету Допустим И правильно И правильно Участок такой-то Да И правильно Лукашенко Сказал Используют В темную В тупую Как овец Но это же слова Президента И еще На вот эти все События Которые Происходят В Минске Ну и в других Городах Вообще Белоруссии Хочется сказать Одну очень Знаменитую Крылатую фразу Я сейчас И обращаюсь И к ОМОНу И к силовикам Белоруссии Работайте Братья А вы работаете В норме закона Да И еще Какую технологию Мы видим Смотрите Уличные протесты Этих Люмпенов Молодчиков Стихли ОМОН Разогнал Эти стайки Люмпенов И что К чему они Сейчас прибегают К фейк ньюс Берут Малиновым вареньем Обливаются Типа Смотрите Я избитый Когда ты избит То тебе Не до фотосессии Миша абсолютно Прав Он сидит Позирует Эдак Да так И посмотрите Вареньем Малиновым Обмазали И позирует И знаете Что дорогие друзья Я вот вам Еще что хочу сказать Сейчас мы Вернемся К протестам В Беларуси Хочу сказать Что Лидер Коммунистической Партии Симоненко Побывал В Беларуси Он был там Три дня Три дня Трижды Кстати Встречался С президентом Лукашенко С Действующим И уже Настоящим Что Сказал Лукашенко При личной Встрече Кстати Увидев Лидера Коммунистической Партии Украины На избирательном Участке Где Симоненко Был в качестве Наблюдателя Увидев его Он сказал Подошел И при всех Сказал Вот Главные Это дословно Главные Друзья Беларуси На Украине Это коммунисты И Симоненко Встречался С рабочими Коллективами На заводах Встречался С членами Коммунистической Партии Белоруссии И везде Где он встречался Особенно с рабочими Коллективами На заводах Промышленных В Минске И в Минской области Он везде Разъяснял Ситуацию Которая На Украине Что у нас Произошло После Госпереворота 2014 2014 года И Знаете Что Министр Образования Республики Беларусь Игорь Васильевич Карпенко Секретарь Компартии Беларуси Беларусские Коммунисты Они Входят В Государственные Структуры Так как Только Компартия Беларуси Имеет Опыт И управление И политический Опыт И все Тот багаж Знаний И руководства Которые Были В Беларусской ССР И в Советском Союзе Вот что Я хотел Указать Коммунисты Украины Это Всегда Будут Друзья Это Всегда Мы Поддержим И Это наш Братский Народ И мы Никогда Его Не Оставим И Хочу Напомнить Нашим Телезрителям И гражданам Украины Пока Были В парламенте Коммунисты И Крым Был И Донбасс Был И все Было И мир Был Вот Казалось Бы Одной Фракции Нет И к чему Это Привело Так что Никогда Не пренебрегайте Другим Мнением Вы понимаете Нет Нельзя Государство Так не Строится Есть мое Мнение И другое Неправильное Так только В диктатуре Поступают Что хочу Еще сказать По выборам Белоруссии И Китай И Союзное Государство Российской Федерации Признали Эти выборы И Саша Этого Достаточно Для Белоруссии Этого Достаточно На что Еще хочу Указать Внимание Смотрите Запад Колеблется Пока не знает Как действовать Китай Признал Украина Почему Украина Колеблется Почему Наш Президент Не высказал Мнение Своего Потому что Он скажет Свое мнение Только после Команды Из Вашингтона Это разве Не позор Выйди Скажи Допустим Я признаю Или не признаю Он Уже Официально Есть Результаты Уже есть Ты можешь Сказать И ЦВК Объявлял Ты можешь Сказать Да или Нет Почему Молчит Внешнее Управление И еще Этим Фейк Ньюс И всем Остальным Кто там Врет Говорят Посмотрите Какие Очереди Три дня Длилось Голосование Всегда Длился Один день А в этот Раз Из-за Нюансов С коронавирусом Три дня Длился Теперь Давайте Зададимся Вопросом Если Один день Были Выборы А явка Была Одинаковая За один день Не было Таких Очередей То как Такие Очереди Появились В три дня Голосования Это же Уже Фейк Ньюс Вы понимаете Как это Делается По закрытому Телеграм Каналу Говорят Ты может быть Не с этого района Паспортаж Никто не проверял Допустим Собираются По 100 рублей По 100 Там По 10 долларов Им дали Взяли Собрались Давайте 300 человек Собираемся Участка Такого-то Денежки Раздали В очередь Выстроились Прибежали Эти Пропагандисты Западные Из Голоса Америки Пофоткали А когда их Уличать Начинают Помогите Спасите Нас Бьют И сбивают Да Это Я говорю Это все Отработанные Технологии И Кто смотрел Обратите Внимание Задерживает ОМОН Или в Казахстане Или в России Или в Белоруссии Задерживает ОМОН Не Ну Неофициальный Митинг Что там Одного Задерживают И там 15-20 Человек С телекамерами Или фотокамерами Ну давайте так С чего бы По улице Или Астаны Или Вернее Нурсултана Или По Минску Или по Москве Вдруг Вместе Кучкуется 20 Теле И фотооператоров Ну это Ужужаев Это Запланированный Фейк Ньюс А мы Сидим И тут Знаете Все Изумляемся Во вторых Или уже В третьих Интернет В Белоруссии Не работал Откуда Вот Эти Фейк Ньюзы Они снимались Вне Белоруссии Они Миша Ты Ну А-ля Белые каски Да На территории Турции Или Еще другого Государства Сняли Там В Ираке И Выдали За Сирию То же самое В Польше Литве Латвии Эстонии Снимались Все Все Гениальное Просто Купили В Аенторге Форму И все А вот эти Как спецназовцы Типа Мы уходим Вообще Один в Германии Живет Следственный комитет Уже дал Разъяснение Поэтому все Типа Мы уходим Из полиции Еще раз говорю Эти Фейк Ньюз Снимаются Вне государства Беларуси За границей А если Даже Какой-то кадр И попадает Настоящий Понимаете Это экстракт Лжи И настоящего кадра Вот Сегодня Простой Пример Директор Белаза Собрал Граждан Разъяснить Позицию Работников Собрал Просто Коллектив Фейк Ньюз Голос Америки И остальные Забастов Уже выдают Забастов Хотя Ни одного Дня Ни одного Часа Не стоял Производственный Процесс Что Вышли Рабочие Сказали Майданутые Угомонитесь Они не обращались Ни к ОМОНу Ни к власти Сегодня АйСи ТВ Вот смотрю Новости По всіх Заводах Идут Забастовки Люди Выходят На протесты Відмовляються И ты в цеха Посмотрите АйСи ТВ Пинчук ТВ Вот это Сорос ТВ Сорос ТВ Который кстати Один плюс один Пятый канал АйСи ТВ Новый канал Это все Разжигатели Войны Из-за них Вот все это Происходит И что хочу Дорогие друзья Вам Знаете Вот сказать И белорусам Вот обратиться Официально Приглашаю Всех Кто Голосовал За Тихановскую Кто хочет Якобы Перемен Кто там Вот это Возмущен Приезжайте К нам На Украину Я вас поведу По Антонову Мы поедем На Львовский Автобусный завод Мы поедем На Южмаш Что произошло Мы поедем На Донбасс Что там Натворил Майдан Причина Следственная Связь Майдан Причина Остальное Все Что вытекающее Последствия Гражданская Война Убийство Все Что получилось Приезжайте К нам На Украину Еще Миша Знаешь Еще мы Куда их Отведем В Генпрокуратуру 6 лет Их власти А они Не могут Сказать Кто убил Людей На Майдане Они Жили Жили Ну как Преступник Будет Расследовать Сам себя И Что еще Белорусы Должны Знать Простой Пример Привожу Очень яркий Пример Наша Мама 47 лет Рабочего Стажа Получает Пенсию 2000 Ну это Что Ну грубо Говоря 80 долларов 70 За квартиру Заплати За Медицину За препараты Заплати Как жить На эти деньги Невозможно Буханка хлеба Уже до 20 гривен Доходит Белорусские Пенсионеры Вот наша Тетя Родная 200 долларов Пенсия Воспитатель В садике Медицина Бесплатная Медицина Бесплатная Коммуналка Копеечная Там к сожалению Уже эфир Не было Возможности Ответить С ней Подебатировать Но я сказал Это ложь Вы говорите Неправду Это Откровенная Ложь Мы это знаем Наши все Родственники Там живут Какие там Социальные Наша Наша Тетя Родная Тетя Маруся Витебске Живет Рак Случился У человека Одна Беда Одна Химиотерапия У нас на Украине Около 17 тысяч Гривен Ей сделали 8 Операция По раку У нас стоит 400 тысяч Плюс сопутствующие Полмиллиона Где Вот грубо говоря На лечение Взять больше 700 тысяч Мама наша Говорит ей По скайпу У нас бы Ты была покойником В Беларуи Все бесплатно Вот что такое Это разве ерунда Как это Визавитва Вот что такое Республика Беларусь Вот что такое Социальное государство И те Кто выходят На Майдан Не соображая Им как и на Украине Обещают Бельгию Уже завтра Да не будет Бельгии Не будет Франции Это вся ложь Бельгия Франция Воровали Полуафрики Конго Смотрите Что они сделали Бельгия Франция Миша Ты посмотри По погибшим От коронавируса Руси Бельгию И ту Францию Вот именно Это тоже Все Фейк Ньюс Как мы красиво живем У него Допустим Зарплата 3000 евро Медицина Заплати За квартиру 1000 евро А все в кредитах Ну и все в кредитах сидят Ты потеряй Трудоспособность В этой счастливой Европе Потеряй Попробуй Или в США Нет Если там все Так Хорошо В королевстве А желтые жилеты Что с неба Или это опять русские Почему в США Погибло От коронавируса Больше чем во вторую Мировую войну У них же лучшая Медицина в мире Все Все лучшее Все Не перевершено Как Да Это все Напыщенное Это знаете Замахнулся на рубль Удар на копейку Вот это же То что они И делают И еще что Вот очень Важно Подчеркнуть Как Запад Запад реагирует На Волнение В Белоруссии Кстати смотрите Сам Закрутил Эту ситуацию А сейчас Волнуется Что Лукашенко Четко сказал У нас есть Достоверная информация Следственный комитет Кому надо Предоставят Все доказательства Координация Происходила Британия Польша Чехия Чехия Вызывает Посла После чего Вам не кажется Очень удивительным Помпео В Чехии Только выборы Прошли Огласили Результаты И Помпео Случайно Оказался В Праге И именно В Праге Делает заявление По Белоруссии И уже Грозит санкциями Что произошло Что говорят В Белоруссии Силовики Штаб Находился В Чехии Чтобы от Польши Немного Но Польша И это Уже Очевидно И исторически Агрессивное Государство По отношению К Белоруссии Потому что Ну как Это Белоруссия Независимая страна Кто такие Ну поляки Что-то Великие поляки Это обратно Вассал Да И штаб По координации Находился Ближе к Белоруссии В Чехии Миша А не в Праге Или в Фейк Ньюз Настоящее время И Голос Америки Штаб-квартира В Праге Вот Вам это И Помпео Приехал Ему там ЦРУшники Доклад Все четко Что произошло Как делали И все Помпео С докладами ЦРУ По выборам Пошел Нанести Может там И те же Ролики Снимались Еще и Он и подсказывал Как это Будет Дальше Еще что Дорогие друзья Выступил Порошенко Сказал Что нужны Перевыборы В Белоруссии Нужны перевыборы Это вообще Кто визжит Убийца Саша Я не могу понять Кто Убийца Кровавый кондитер Кровавый кондитер Который утопил В крови Свою страну И он Еще делает Какие-то Заявления Дальше Что сказал Между строк Читаем Что сказал Хрон Порошенко Что он сказал Нужно Проводить Перевыборы Это значит Что Перевыборы В Белоруссии Нужно проводить До тех пор Пока не будет Результата Который нужен Помпео США И Евросоюз Будем голосовать Месяц Год Два Уважающая себя Страна Позволит Такое Такие Кстати Янукович Позволил Потому и Лишился власти Да И еще Говорит этот Зеленский Забеня Выступает И говорит Нам Белоруссии Нужно вести Диалог Все Государственный Диалог С оппозицией Со всеми У меня Вопрос К украинскому Народу И к Зеленскому Вот я Обращаюсь К президенту Зеленскому Вы ведете Диалог Со своим Народом У вас Шесть лет Войны Вы Год Уже полтора Года Почти президент Вы даже Не удосужились Донбассом Со своим Народом Что вы Говорите Вы советуете Это делать Белорусам Лукашенко А сами Что делаете Главное Избрался На лжи О мире Да И почему Он 73% За то что Он уникальный Он лгал О мире И вот только Поэтому Избрался Там Говорить не буду Так это же Твои граждане Что ж ты И знаете Нормальный президент Нормальный президент Не едет С кавалькадой Черных джипов Охрана По 15 У Лукашенко Нет 15 Джипов В эскорте И Лукашенко Может приехать В любую часть Своей страны А гражданин Зеленский Может приехать В Крым Или На Донбасс И кстати Знаете что Нам задают вопрос Очень часто Задают вопрос Как вернуть Крым Как вернуть Донбасс У меня Есть ответ Не у меня А у нас С товарищами Есть ответ Правильно Миша Конечно Что надо Первое Провести Честное Независимое Транспарентное Расследование По убийствам На Майдане Это докажет Что это был Государственный Переворот Когда Украина На официальном Государственном Уровне Признает Что это был Государственный Переворот Тогда уже Рушится Вся цепочка Вся цепочка Потери территорий Тогда вернется И Крым Тогда и вернется Донбасс Что приведет К чему это приведет Разоблачению Самого Госпереворота И приведет К К федерализации К нормальной Федерализации Со всеми Нашими Территориями А для чего Нужна федерализация Чтобы кучка Которая Совершила Госпереворот И захватила Власть Киеве Не меняла Конституцию Когда она 90% граждан И партий Нормальных Которые за мир Хотят Отсеивает И приходит Вот это знаете Боевое меньшинство Эти Скакуасы Скакуасы Да И когда И они меняют Конституцию В федеративном Устройстве Невозможно Захватить Власть В Киеве Почему мы Называем Киевская Власть Потому что Украинская Власть Контролирует Крым Украинская Власть Контролирует Донецк Закарпатье Закарпатье Львов Луцк Луцк Все остальные А если Ты не Контролируешь Свою Территорию То ты Киевская Власть И Когда Мы Признаем Мы Честно Честно Признаем Что это Был Государственный Переворот Вот тогда Мы уже Можем Откатиться Назад И Донбасс Вернется Поверьте И Крым Вернется А федеративное Устройство Не позволит Менять Конституцию Захватившей Клики Региональной Региональной Этнической Мини Мини Этническая Группа Которая Даже не Украинцы И они Мнят из себя Великих Строителей Государства Вы понимаете Вот и Простой Пример Честное Расследование Только честное По закону Признание Госпереворота И откат На Рейке Федер Федерализации Обратной Ну еще раз говорю Федерализация Сейчас опять На нас будут Там Бросать Камни И говорить Бежать за СБУ За СБУ И то что мы кричим Типа мы Сепаратисты Федерализация Это не сепаратизм Это вам Вбивают в головы Что это плохо А вы знаете Почему они боятся Сепаратизма Потому что Мы уже говорили Я повторю 20 раз Потому что Донбасс Будет иметь Пенсию Зарплату В 500 долларов А зарплата В 1000 долларов А Галычина Будет иметь Пенсию 50 долларов И зарплату 200 долларов И тогда Понимаете Будет На чаше Ущербность Будет видна Ярко выражена Ярко выражена И поэтому Для них Федерализация Смерть Они будут Обзывать вас Сепаратистам Зайду И Кремля С радником Кем угодно Но лишь бы Вы не доказали Эту ущербность И еще Насчет Подчинения Киевской власти Что Саша сказал Он грамотно Очень все Расписал Молодец И Не подчиняя Почему Киевская власть Еще Смотрите Кабинет Министров Вводит Луцк Тернополь В красную Зону Что сказали Мэры Да мы Ложили На Киев Это нам Не указ Мы Отказываемся Выполнять Будет транспорт Рынки Все работать Никакой Красной Зоны Нету Что делает Киев Через Неделю Даже раньше Отменяет Красную Зону Неподчинение Киеву Идет Не только Крым Донбасс Идет Закарпатье Идет Ивано-Франковск Галиция Вообще Вся Она никогда Не подчинялась Киеву Она Плевала На киевскую власть Она только Деньги брала Да Она только Брала Что сказал Ивано-Франковск В Ивано-Франковск Сказали 1 сентября Дети пойдут В школу Независимо Какое решение Примет Киев Это не сепаратизм А Неподчинение Центральной власти Карантина Это что не сепаратизм? А теперь И кстати Мы всегда говорили В наших передачах Еще несколько Даже лет назад Родина Украинского Сепаратизма Западной Украиной Галиция Вот запомните Эти слова Где Народные Рады Формировались Не признавая И теперь Не признавая Центральную власть Те, кто Обзывают нас Сепаратистами Дранными Словами Открывайте Энциклопедию На державной Украинской Мове Что написано? Сепаратизм Ведення Обособленной Політики Відъемной Відцентральной Не признание Карантина И постановление Кабинета Министров Это не ведення Обособленной Політики Відъемной Захват Госучреждений В 2013-2014 Це не ведення Не визнання Легитимности Законно Вибранной Влады Це не Сепаратизм А когда Оружейки Брали Штурмом И автоматы Попропадали Воинские части Это не попытка Госпереворота И еще раз Повторяю 20-й раз Для особо Одаренных Читайте Материалы Дела По ОМОНу Что там написано? ОМОН Применил Это Генпрокуратура Установила Никонанович Агент прокуратура Установила ОМОН Наша Украинская Милиция На тот момент Применила силу После смертей Сотрудников В милиции Что написано В законе Про милицию И в конституции Защищать Жизнь Любыми Доступными Способами У сотрудника Милиции Есть штатное Оружие И ему Уражает опасность По закону В том числе И опасность Захвата Этого оружия Что они и делали Так точно Так что Почему Шесть лет Промайданная Власть Не может Упаковать Этих Ребят Из ОМОН Потому что Они действовали По закону Вы понимаете Даже фальсифицируя Дела Даже фальсифицируя Ну не на что Натянуть Им уголовное Дело Ну не на что Натянуть И еще вопрос У меня Кличко Почему Вы Господин Кличко Срубили Все деревья После Еще Кровь не смыли С асфальта С брусчатки А вы уже Срезали Все деревья Чтобы не было Баллистической Экспертизы Почему Вы так поступили Потому что Вы Соучастник Этих Преступлений И У меня Еще вопрос Дважды Обращался МИД Украины К Белоруссии Ну в МИД Белоруссии По задержанию Украинских граждан Там около Десяти граждан Были Упакованы ОМОНом У меня вопрос Во первых Что вы там делали На этих митингах Что вам делать На митингах В чужой стране Не на митингах А на беспорядках Они участники Беспорядков Это во первых Во вторых Что касаемо ОМОНа Спецслужб И белорусских Силовых структур Когда Идет Что Сейчас происходит В Белоруссии Попытка Государственного Переворота Это четко Видят Все нормальные люди Это то Что происходило И на Украине И в Северной Африке И в Сербии В свое время Это все Отработает То что Они хотели Сделать В Венесуэле И не прошло Все эти технологии Схемы Мы понимаем Так вот На Мое мнение Каково Белорусская власть Законно избранная Больше 80% Граждан Белоруссии Грубо говоря Чтобы защитить страну Имеет право на все Она имеет право Действовать Как это Диктует ситуация Если С арматурой В Бресте На Этих Работников милиции Нападают люди С арматурой Подчеркиваю Выстрелы Предупредительные Вверх Никакой реакции Бегут с арматурой Дальше Начали стрелять По ногам Никого не убили Разве Это не Их Право Защищать Себя Табельное оружие И свое Государство А почему Так происходит Потому что Белорусь Подчеркиваю Не Украина А Лукашенко Не Янукович Он Янукович Вы там Что-то делаете Ой не надо Разгонять Они же дети А что Запад скажет А что мне в уши Будет дуть пинчук У которого Телеканалы И у которого Все бабки За границей А что будет Не Ахметов Говорить У которого Телеканалы И бабки За границей А что будет Говорить Коломойский Свита Все Дули в уши Ой не надо С питью гражданствами Ой не надо Лукашенко Лапшу Лапшу Никто на уши Не навешивает Там нет Олигархов Там все Государственные Предприятия Потому что Он За ним народ За Януковичем Были Олигархи Олигархи И поэтому Он пал Да Поэтому он пал Почему Пал Янукович Олигархи Его привели К власти Олигархи Его и сместили Да И почему Майдан В Белоруссии Как говорится Захлебывается Во-первых Милиция Народная Воистину Вы почитайте Википедии Что такое Милиция А не полиция Почему и в Советском Союзе Милиция Называлась Милицией Потому что Это вооруженный народ Это люди Которые пришли Защищать Спокойствие В своей стране Своё государство И Янукович Марионетка А Лукашенко Это Человек Который Работает Его народ Избрал Батька И кстати Назовите Хоть одного Президента Украины В мире Я в мире Даже говорю Кого бы народ Назвал Батька Даже Путина Которого Пугают Детей Там на западе Даже Путина Батька Да А Лукашенко Называют Батькой И еще В Белоруссии Ситуация Это понятно Меня интересует Что Литва Все знают Литва Политический Карлик Литва Латвия Эстония Сейчас эти Знаете Хоббиты Экономические Это города Государства Да Это города Государства 100% Политические Экономические Хоббиты Начинают Подпрыгивать Чтобы показать Свою значимость О великий Хозяин Соединенные Штаты А мы правильно Все делаем Знаете Так по плечу Не по плечу А по холке Как собачки Как Гитлер Да Все правильно 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 Ты делаешь И Литва Какие заявления Делает Мы готовы Принять у себя Всех Политзаключенных Что такое Литва Во-первых Всю свою Историю Жила на дотациях Начиная с Российской империи Потом в Советской В Советском Союзе На дотациях И сейчас на дотациях Уже почти 20 лет В Евросоюзе И запомните Польша Литва Латвия Эстония Запомните мои эти слова Особенно на Украине И Чехии И я не говорю Вообще Вся Восточная Европа На дотациях Запомните Сначала на дотациях Советских Жила Варшавский блок Сейчас живет На дотациях Евросоюза Ни дня Ни Польша Ни Чехия Ни Венгрия Ни Болгария Ни Румыния Ни Прибалтика Никогда не жили В Европе За свои деньги Все на дотациях У них все Скуплено Все выкуплено Вплоть до портов Даже порты Не их Все Вся молодежь Литвы В Западной Европе На заработках Пенсионеры Доживают К чему эти заявления Мы готовы Принять белорусам Это заявление Белые рабы Идите к нам Возместите Мы у вас Сейчас Сделаем переворот Уничтожим промышленность А людей Которые Станутся без работы Все идите к нам Смотрите Что Европа Заинтересовала Что она сделала С Украиной Почему была Разорвана Украина Что говорят Вот наш старший брат Больше 20 лет В Италии На заработках Что говорят Итальянцы Лучше украинцы Чем арабы Мусульмане И негры Это дословно Это говорит Богатые итальянцы Которые нанимают Работников из Украины Лучше белые рабы Христиане Из Украины И Белоруссии Какую участь Они уготовили Белорусам Чем Арабы Мусульмане И негры Вот чем Они мотивируются А почему Они не хотят Арабов Мусульман Они не ассимилируются Да А славяне Ассимилируются Ну славяне Саша Образованные Цивилизованные Еще Все Люди С советским Образованием Умные люди Лучшее образование В мире Риторический вопрос К прибалкам Где Рафы Где Вэфы Где Холодильники Где Ваше Производство Где Порты Ориго Мопеды Где Ваша Индустриализация Они Белорусов Индустриальное Государство Аборигены Чухонцы Картошку Выращивают И они Еще учат Белорусов Индустриальное Государство А За атомную Электростанцию Визг Какой Это Вдумайтесь Какая-то Литва Политическое Экономическое Ничтожество Европы Указывает Суверенному Государству Республики Беларусь И президенту Лукашенко Строит ли Белоруссии Атомную Электростанцию Ну вы вообще Там Крышами Посъезжали Миша Ты знаешь Еще Я еще Хочу Тоже Знаете Если быть Объективным А мы В своей Передаче Всегда Пытаемся Быть Объективным Во многом То что Случилось После Выбора Вот эта Попытка Госпереворота Виноват И сам Александр Григорьевич В чем-то В чем-то Он пошел На авантюру С СБУ И ЦРУ С этими Задержанными Российскими Гражданами Якобы Вагнеровцами Я вообще Никто не доказал Что они Вагнеровцы Это бред Людей Наняли По интернету Наработаю Охрану Вагнеровцы Запомните Это технология Это американцы Хотят Это так же Как сепаратизм Да Это Вагнеровцы Они хотят Клише Да Они хотят Как Вы помните Как Blackwater Стало Как фашизм Как ругательство И они поменяли Вот Вагнеровцы Они защищают Нефтяные Месторождения В Сирии В Ливии В Центральной Африканской Не важно Это частная компания Мы ее трогать не будем И они хотят Вагнеровцы Как белые каски Запятнать Запятнать Лукашенко Допустил Огромную ошибку Что он Пошел на поводу У ЦРУ И СБУ А СБУ Это филиал ЦРУ Это пехота Это мясо Да В Восточной Европе И Лукашенко Пошел на эту авантюру Вот здесь Он Стратегически Ошибся Не тактический А стратегический И понимаете И многие Даже его союзники После этой авантюры Отвернулись Но они не понимали Что происходит Да сам Лукашенко Не понимал Что происходит И вот Вот это Это его Ошибка Но это опять же Это не фатальная ошибка Это Но В этой части Я согласен Он виноват Он в этой части Виноват И Дорогие Земляки Белорусы Вот В первую очередь Еще раз Хочу обратиться К вам Если вы думаете Что вас Оставят в покое Все Кровь Учуяна Вы поймите Антилопа Уже Крова Ранена Кровоточит Это первая попытка Это первый удар Тараном Вас не оставят в покое Знаете это Не будет уже Спокойной жизни У белорусов Не будет Все Жребий брошен Как говорится Решение принято В США И в Европе Ввалить Беларусь На самом высоком уровне Ввалить Беларусь Поверьте Лукашенко Или еще Кто-то Фамилия президента Не важна Важен вектор Который Будет втянута Беларусь Антироссия Балто-Черноморский регион Зона Которая Должна Отрезать Россию От Европы Сухопутного Пути И тогда Калининград Превращается В остров Смотрите Прибалтика Вся Латвия Литва Эстония Беларуссия Украина Польша Все Россия И Молдова Фактически Россия Перерезана Вы вдумайтесь Все Сношений с Европы Нету Сейчас есть Узкий коридор На севере Это Беларуссия Только через нее Могут проходить Товары И в том числе И шелковый путь Они же хотят Закрыть шелковый путь Они же Тактика Сдерживания России И Китая Они не хотят Американцы Беларуссия Никому не нужна Как Как и Украина Нужна территория И пользоваться Этой территорией И вот они В противостоянии С Россией Запад И с Китаем Бросят В жернова Гражданской войны Что будет Происходить С беларусами Это уже Никого не интересует И Это мое Искреннее Мнение Беларуссия Если не войдет В состав Союзного государства С Российской Федерацией Вас ждет Очень печальная Судьба И поверьте мне Это не фигура Речи Это не страшилки Это Мнение И Опыт Который мы Приобрели На Украине Что произойдет С процветающей Страной Если Не объединятся Два братских народа Беда Горе Гражданская война Меня поймут Военные Бывшие военные Действующие Что произошло У нас на Украине Беда Вот эта Да Как она произошла Давайте Теперь Отбросим эмоции И Сухими Тактическими Терминами Поговорим Инфраструктура НАТО Должна Должна Пододвинуться К Москве От Сумской области До Москвы 400 км По прямой Как это сделать Янукович Не позволит Разместиться Правильно Что надо делать Убрать Януковича Происходит Государственный Переворот Инфраструктура Мал По малу Пододвигается К Москве С Германии В Польшу Да С Германии Польшу С тактической Рефликт Не может быть В НАТО Но справедливости Ради Киеву Помогает Запад По 300 200 миллионов Долларов В год На войну Мы это Говорим Без эмоций Мы это Говорим Без эмоций И в чем Здесь Плохо Или хорошо Вот Многие говорят Путин Такой плохой Путин Президент Своего народа Почему Вы Граждане Украины Даете оценку Чужим президентам Или Белоруссии Или Белоруссии Вы разберитесь У себя Дома Как вы стали Пешками В чужой игре И теперь Американцы Сидят И думают Так С Украиной Мы более Менее Разобрались Пока идет Как говорится Такой Вяло Текущий Процесс Но Лаборатории Уже Размещены А дальше Уже будут Попытки Инфраструктуру Проводить Теперь Одна брешь Осталась Беларусь И теперь Генералы Сидят Что мешает Нам Пододвинуть Инфраструктуру НАТО С Польши В Белоруссию Лукашенко Лукашенко Надо сместить Тихановская Как таран Для смещения Лукашенко Тихановская Не президент Это Она и сама Об этом знает Потом Придет Лояльный К западу Человек Аля Саакашвили И начнется Другие Процессы Теперь Вы говорите Русские Неадекватные Русские Нападают Русские Хотят Что-то В Европе Натворить Пусть Уйдут Американцы Из Европы И в Европе Наступит Мир И не нужно Будет Ни русским Ни европейцам Ни нам Гражданам Украины Тратить Деньги На вооружение Закончилась Вторая Мировая Война Рухнул Варшавский Договор Вы мне Объясните Какое Обоснование 400 тысяч Американских Военных Находится В Европе И возле России Вот это Обоснование Нужно Пододвинуть Инфраструктуру Нужно Уничтожить Россию Как Глобального Конкурента Для того Чтобы Кажут Пануват И свитом Китай И мне Соперник Соперник Россия В вооружении Поэтому Вы не заметили Где происходят Цветные революции Вдоль Российских Границ Какая Наша Задача Гражданам Украины Сохранять Нейтралитет Как Финляндия Австрия И Швейцария И Швеция Сохранять Нейтралитет Нам Надо В этой Ситуации Не идти На поводу Ни Москвы Ни Вашингтона Ни Брюсселя Нам Надо Говорить Так Ребята Давайте Так Вы боретесь За глобальные Вопросы Нас Это Не Интересует Вы Помните Когда-то Югославия Возглавляла Товарищество Неприсоединение Типа И не Варшавский Договор И не НАТО Вот Украина Если По-нормальному Она Она должна После Падения Югославии Возглавить Мировое Движение По Неприсоединению Кстати Индия Находится Огромнейшая Страна В этой Системе Неприсоединения Вот Нам Надо Украине Возглавить Эту Цепочку И Когда Мы Откажемся От НАТО Вне Блоковый Статус Вот Тогда У нас Наступит Мир И Благополучие Вот Еще Что Саша Сказал Вот Его Выступление Слова И Это Что Доказывает На Украине Именно Гражданская Война Потому Что Украинцы Воюют С Украинцами С Подключения Третьих Стран И Республикам Донбасса И Украине Помогают Третьи Страны Третьи Страны Всегда Есть Участниками Гражданских Войн Помните Гражданская Война 1917 22 В Испании Гражданская Война В Китае Гражданская Война В Корее Гражданская Война Во Вьетнаме Гражданская Война Вам Любой Историк Скажет Да Любой Нормальный Человек Который Более Менее Интересуется Историей Он Вам Скажет Что Гражданская Война Это Всегда С Участием Третьих Стран Что Происходит И на Украине Не бывает Ни одного В мире За всю Историю Существования Человечества Не было Ни одного Гражданской Войны Которая Не помогала Той Или Иной Стране Киев Беларусь Это Что Транспарентные Выборы Прошли Политические Партии Запрещаются Это Что Транспарентные Выборы На Донбассе Подконтрольная Киеву Территория Отменяются Выборы Это Что Транспарентные Выборы С Донбассом Я еще раз говорю Можно сесть За переговоры Когда Поставится Точка По убийствам На Майдане А это Был Госпереворот Вот тогда Мы сядем И с Донбассом И с Крымом И с Москвой И с кем угодно У меня Знаете Еще Вопрос Какой Я хочу За Михалка Сказать Ну Ляпец Трубецкой Сейчас Брутто Вот Он же Написал Вот эту Песню Свою Знаменитую Войны Света Якобы На Майдане Про Майданом У меня вопрос Вот он Сейчас В Одессе Находится И ему Скакуасы Начинают Забрасывать И в интернете И на самом Концерте Почему Вы Были Таким Ярым Участником Майдана Ну Может Не на самом Майдане Там Делали Заявление Песни Пели Гимн Майдана Поджигали толпу Да Зажигал Зажигал И поджигал Да Знаете Диджей Пиджей Майдана Как и Руслана Это неадекватное И Другие И что он Сказал Я не буду Вам Всякую Хэ О геополитике Говорить Я вам Пришел Сюда Петь Вот что он Сказал А у меня Вопрос А знаете Почему так происходит Дорогие Наши зрители И телезрители Это все происходит Потому что Титимити Никто не заплатил А бесплатно Жечь Он не хочет Видите А у Михалка Муза не работает Без денег Без мотивации Без мотивации Тут Олигархи Мало того Что 5 миллиардов По признанию Самого Официального Вашингтона 5 миллиардов Кинули Еще и Олигархи Вбрасывали Свои деньги А тут В Беларуси Олигархов нет Вбрасывать Некому И нету Таких Оппозиционных Сил Как Мустафа Наел Потом Всякие Притула Его Сестрица С украинской Правды Миша И смотри Нету Вот этих Фондов Всяких Не в кого Так Вкидывать Не в кого Вот И у Михалка Нету Нема натхненья Без денег Вот вам Пожалуйста Простой пример Майдан За деньги Ты за деньги Начала Эта речь Вот У меня мысль Пришла У нас Капитализм Правильно Побеждает И то дикий Украина Как аукцион Аукцион Продается Украина 3 миллиарда Дала Москва Януковичу Америкосы Дали 5 Торги Выиграны Вашингтон Да Толпе Не А разве Не так Продается Украина И Янукович Был готов Ее продать Не будем Идеализировать Да И Янукович И грубо говоря И эти Пучистый Просто Лот Вашингтон Дал больше И Лот Победил Знаешь что еще Саша Хочу вот И нашим Это разве Не обидно У нас Как Как сказал Работорговлю Помнишь Как Зубы целые Белые Берут Как сказал Один Политический Деятель Пониженная Социальная Ответственность Вот нас Продают Как женщину С пониженной Социальной Ответственностью И откуда Все эти Варяги Ренегаты Наемники Прибалты Грузины Сгодилось Всякое Мировое Требье Почему Но у нас Ну у нас что Своих нет Людей Умных Вот в энциклопедию Посмотрите Кто украинский Плохо знает Что такое Наволочь Это люди Работающие На зло Общество Вот Красивое слово Наволочь Украинское Да И Кто нас Обвиняет В сепаратизме Что мы там Пишут мне в фейсбуке Молимся на Путина Там Молимся Это Понимаете Когда у тебя Нет аргументов Доказать Или Развенчать Наши Мысли Наши Доводы Всегда приходят К обзывательствам Мы Не Боготворим Ни Путина Ни Лукашенко Никого Мы Прагматы Если Ты живешь С Армией По ядерному Арсеналу Номер один В мире Зачем Ты Лезешь Лезешь Наражен Это грубо говоря Я человек Ну зачем Я пойду С медведем Бодаться Эпилог Будет один Медведь Меня тупо Порвет Вот так же И мы Зачем Мы лезем Провоцируем Эту Россию Почему Финны Умные Финны Не провоцируют И почему Медведь Не терзает Финнов Потому что Финны В 39 Получили Получили Медведь Как рванул Отлетел Кусок Карелии Отлетел Финны Больше Не хотят Финны Уже Сидят Знаете На ошибках Учатся Мы Саакашвили Полез К медведю Отодрал Медведь У нас Отодрал Так Угомонись Ёлки Палки Угомонись Мы Не за Путина Не за Россию Мы просто Призываем Давайте Давайте Их трогать Не будем Вот давайте У нас Все новости Начинаются С Путина Когда Они начнутся С жатвы С дорогой Когда Новости Начнутся С дорогой Вот У меня вопрос Господа Патриоты В кавычках Патриоты Когда Янукович Сказал Не идем В Европу Временно Вышли на Майдан Когда Продавали Землю Где вы были Нэньку Распродают Дэ вы Булы Патриоты Радикалы Ну Вот это Понимаете Это же вы за деньги Вы не патриоты Вы просто Ублюдки Самое интересное Это действительно Это не патриоты Это ублюдки Выборы В Белоруссии Кольченко Вылез Где ты был Когда землю Где ты был Когда землю Когда распродают Сейчас На кон Выставляют Две с половиной Тысячи Предприятий Государственных Где бабули Которые Брусчатку Разбивали В шиньонах И париках Где вы были Когда пенсионный Где селюхи С банками огурцов И Где крестьяне С банками огурцов И с салом Что на Майдан Передавали Где вы Люди Добрые Я когда-то Что нема тоже Натхнение Как у Михалка Что ли Не помажешь Не поедешь Я был в студии Когда-то И меня спросил Вот Руслан Кацава Умный человек Он у меня спросил Как вы думаете Что будет Когда землю Будут продавать Я наивный человек Я это признаю Я наивный человек Я сказал Народ Украины Снесет эту власть К чертовой матери Которая Посягнет На землю То что Для крестьянина Земля Вбита В генетический код И я опрокинулся Миша Кстати А я У Тараса В ТБУ Сказал Никто не выйдет Протянут А я У меня была Знаете Наивная надежда Ну не может Украинский народ Народ Украины Не может Сдать Свою землю Нет Я сразу сказал И не пикнул никто И знаете Что еще хочу Вот После этих Диких заявлений Зеленского Порошенко А это не просто Хрон Порошенко Вы не забывайте Это человек Который имеет Свою фракцию И влияет На политику На Украине Делают Агрессивные заявления Ноты протеста В МИД Передают У меня вопрос Поляки Признали Геноцид Польского Населения Волынской резне После этих Всех Агрессивных Действий Украины Почему Не признать Хатын Геноцидом Почему Не признать Это украинский 118 батальон Шуцманшафта Действовал Он Проводил Карательные Меры Эти По указанию Фашистов Германии Но Исполнители Это были Украинцы И именно Жгли Убивали Беларусов Почему Поляки Признали Волынскую резню Геноцидом А Беларусь Хатын Не признала А почему Бы В свете Этих событий Лукашенко Не сделать Как сделал Путин С Эртаганом Да не ездите Вы белорусы В Карпаты Отдыхать Почему Не сказать Этого Да не ездите Вы в Одессу Отдыхать А все знают Белорусов На Черном Азовском Море И в Карпатах Очень много Это до 30% И с деньгами Не такими же Как украинцы Вы доиграетесь Режим Зеленского Доиграется Что белорусы Сделают Такие меры А Зеленский Не в курсе Пусть Спросят У генералов Где ремонтируется Авиационная техника Если вы думаете Что она ремонтируется На Украине Вы глубоко Ошибаетесь Все в Беларуси Ремонтируется Потому что Не все Но очень много То что еще Летает И ездит Ремонтируется Там Вот сейчас Вы Обгадитесь Лукашенко Кто будет Посредником Кто горючку Нам будет Поставлять ГСМ Ну я вам скажу Так На Украине Совсем Другие Реалии Там Минские Соглашения Экономика Это все Фигня Самое главное Что сделал Зеленский На этой неделе Подписал Закон О игорном Бизнесе Я Одним Предложением Скажу То что Я думаю Об этом Гуляй Рванина Последние Штаны На кон Вот Что Они Вместо Экономики Вместо Каких-то Экономических Подвижек Что они Предлагают Нашему Обществу Это Миша Это геноцид Самый Настоящий Потом Второе Событие Которое Мы не могли Просто Ну просто Не могли Обойти Стороной У Белого Хозяина 90 лет Юбилей Ярош Правый Сектор Белецкий Зеленский Фракция Слуги Народа А фракция Голос Вакарчук Вообще Из штанов Должен Выпрыгивать У Сороса Было День рождения У батьки У батьки У белого Хозяина Это не батька Это Лукашенко Батька Он по-отцовски А это Белый Хозяин Которому Нужно Целовать Руки И служить И С батькой Можно по-отцовски А это Нет Я Хозяин Ты холоп Не заслужил Колбасы Не дал Да Слуг народа В Карпатах Кто собирал Не фонд Лисороса И вы посмотрите Немного Лисороса В нашей жизни В жизни Украины Партия Голос Потом Украинская Правда Притула И почему Венгрия Кстати Родная Сестра Притулы Который Шоумен Клоун Ха-ха-хи-хи Сейчас в мэры В мэры Киева Идет от партии Голос Притула Все Сейчас еще Будет И за Притулу Что хочу Сказать За сестру Его Которая Руководит Украинской Правдой Эти все Понимаете Политические Проходимцы Они не все Вылазят Ну как Притула Просто так Появился На новом Канале У Пинчука У Слуги Сореса На Украине Как Притула Появился На его Каналах А кстати Знаешь Откуда он Появился Он же сам В биографии Мыл посуду В Лондоне Да А у него Горшки И то глянь Мыл горшки В Лондоне И стал Сейчас В мэра Киева В мэры Шоумен А еще Что хочу Напомнить О Притуле О Притуле И о его Сестричке С украинской Правды С ней От жены Ушел Гангадзе Покойник Без головы Покойник Гангадзе К ней Сожительствовать В постель Прыгнул Шеремет От жены Тоже Покойник Притула Сестра Притулы Черная Вдова Убивает Всех Кто С ней Соприкасается Повторяю Еще раз Посмотрите Гангадзе Покойник Труп Начались Политические Волнения Жил С ней Сожительство Сакральные Жертвы И Жил С Шеремета Кстати Ехал На нее Машине Да Тут Притула Это Человек Кровавый След За Который Тянется И Вот Сейчас Мэры Киева Киев Обращаюсь К тебе Дорогой Родной Наш Киев Столица Что С тобой Непонятно Мы Когда-то Думали Что Самое Позорное Что Может Быть С Киевом Это Черновецкий Черновецкий С катными Крышами Белый Лебедь Ангел С катными Крышами Хрущевки Накрыл Это Ангел Ты Правда Это Ангелочек Давайте Кто Выходит Во второй Тур Притула Кличко Это Диагноз Киевлян Да Смотрите Кто Идет Береза Аж 2% Набирает По опросам Кровавый Этот Идет С правого Сектора Да Фашист Фашист Самый Кстати Фашист Еврей Но Если Идеология Фашизма Приносит Деньги Почему бы Еврей Не может Коломойский Коломойский А Корбан А Зеленский Кто У меня А Порошенко Тоже Вот Есть Знаете Эдуард Долинский Наш земляк Из Луцка Это Вот это Настоящий Еврей Есть С большой Буквы Человек С большой Буквы Есть У нас Товарищ Найман Который Входит В Антифашистский Комитет Украины Он Имени Дубнова Культурный Центр Еврейский Представляет Но Это люди Ну просто Молодцы У меня Просто Один вопрос Ну неужели Таблетка Для памяти Не работает У лиц Граждан Еврейской Национальности Ну товарищи Друзья Ну что же вы делаете Ну нельзя Заигрывать С фашистами Ну еврейский Капитал В Германии Уже это делал Чем это все Закончилось Ну заработаете Вы Тех Пару долларов А эпилог Какой вы подумали Вы же Сбежите Если успеете Если успеете Если успеете А что с вашими Соотечественниками Будет И Мы уже С Мишей Говорили Еще раз говорю Я повторю И буду повторять Почему мы не приняли Майдан Во многом Майдан Был справедлив Но когда они Начали кричать Москалив На ножи Кто не скачет Той москаль И Украина Для украинцев Комуняку На геляку И Украина Для украинцев Это уже Понимаете Это уже Не революция Гидности О гидности Это Это этнический Геноцид Этнический Геноцид Призывы К этническому Геноциду Других Национальностей И мы Белорусы Русские Евреи Армяне Ромы Ромы Мы все В одной лодке У нас У всех Вообще И украинцев И русских И белорусов И ромов И евреев У нас Одна беда И враг Это Можно Сказать Враг Это Нацизм И украинский Национализм И еще Если уже Быть справедливым Почему Когда напали На синагогу Все Возмутились А когда Ромов Националисты Перерезали Здесь Под Киевом Убили Парня 24 года Их Палаточный Лагерь Разнесли Кто-то Сказал Хоть слово А почему Храмы Когда захватывают Канонической церкви Все молчат Да Разве это Справедливо Разве это Справедливое Общество Ну что Эти отморозки Он сделали Недавно Пошли Батюшки Вилла Забор Это Хизуется На весь интернет Главное Они уже Не в балаклавах Они даже Лица не скрывают Потому что Хозяева Сказали А когда тебе Проломили голову Скрывали лица Никто Ничего Да Саша Все прекрасно знают Это исполнители Координировали их Спецслужбы На Украине Которые работают На иностранную разведку Подытоживаем Нашу Передачу Дорогие Наши Соотечественники Давайте Все будем Держать кулаки За Белоруссию За белорусский народ Правда Всегда победит И я Скажу Знаете Слова такие На прощание Лукашенко Победил И на выборах И на улицах Победа будет За правдой За Лукашенко И за Республикой Беларусь Как сказал Один умный человек Вы все Прекрасно знаете О ком я говорю Враг будет разбит Победа будет за нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин